Для того, чтобы сделать полоски, из которых потом мы будем плести сетки, мы берем ткань и режем ее на полоски шириной примерно 4-5 сантиметров, длиной около 17. И самое главное, сделать прорезь примерно на 2-3 полоски, чтобы в конце была возможность вот так вот завернуть ее вокруг сетки. Собираемся мы здесь почти каждый день и мы хотим как-то помочь тем людям, которые сейчас там. Мы делаем плотные, навязывая на каждый узелок, хотя техники есть разные. Вот поближе сюда. Вот давайте вот таким вот пятнышком она будет. Это процесс плетения маскировочной сети. Вырезали тоже мы сами их. Они были закуплены огромным метражом. Мы их резали на сетки, старались 2 на 3 метра, чтобы потом вот уже выполнять. Мы выбрали для себя технику галстук, ну самую оптимальную, как мы посчитали. Откликнулись и образовательные организации, то есть брали у нас готовые сети, которые мы разрезали, оплетали и тоже уже сейчас начинают нам приносить. Приходили у нас взрослые люди тоже просто со стороны, с улицы и говорили, давайте мы вам поможем разрезать, то есть поможем там ткань порезать и поплести. Ну то есть в принципе в процесс очень большое количество людей вовлечено. На сегодняшний день у нас разрезанных сетей 100 штук, а сделано на сегодня где-то около 10. И 3 уже было отправлено, то есть в Нижний Новгород, ну которые отправляют уже непосредственно в зону СВО. Дети включились в этот процесс, процесс того, что мы вместе стремимся к одной общей цели, к цели того, чтобы побыстрее вернулись те, кто сейчас находится там. Просто приближение одной общей победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова